Собака породы Сиба-Ину по кличке Деймос сегодня настоящая звезда всех масс-медиа Владивостока. О ней пишут в социальных сетях и новостных пабликах, снимают телесюжеты, зовут героем на радиостанции. Три недели назад Деймос вместе со своим хозяином Владимиром Чернышевым совершил восхождение на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус. Во время восхождения он себя чувствовал прекрасно, как рыба в воде. Восхождение на Эльбрус начинается с подготовки, с акклиматизации, с близлежащих гор – Чигет и еще несколько гор. То есть люди, которые прилетают покорить Эльбрус, не карабкаются на него изначально, начинают с гор поменьше, чтобы привыкнуть к разряженному воздуху, к давлению и так далее. Деймосу всего год. С трех месяцев собака проходит курсы послушания, учится полностью подчиняться хозяеву. На специальных курсах в ДОСААФ Деймос учился выполнять команды. Затем они увлеклись каникроссом – видом спорта, в котором собака тянет за собой бегущего спортсмена. Владимир с Деймосом даже участвовали в соревнованиях и получили приз зрительских симпатий. А за несколько месяцев до Эльбруса путешественники начали регулярно бегать – два-три раза в неделю по 3-5 километров. До самого начала забега никто не верил, что у меня собака вообще побежит и потянет меня. Но побежала, потянула и обошла даже самоедов, хасок. Перед восхождением на Эльбрус Владимир купил собаке специальные очки и поставил на них солнцезащитные линзы. Сначала пёс тренировался носить их дома. Конечно, ему было непривычно, рассказывает Владимир, и он их скидывал. Собака всем понравилась сразу. Её назначили капитаном команды. Команду назвали «Шерстяные». А вы были единственным членом команды с собакой, да? Да. Я был единственным членом группы с собакой. Более того, как нам сказали гиды, я не знаю, правда это или нет, но сказали, что я первый человек, кто догадался привезти с собой собаку и поволочь её на Эльбрус. Следующая вершина, которую планирует покорить дружная команда Владимир и Деймос – вулкан Келеманджаро в Африке. Поэтому тренировок они не прекращают, несмотря на то, что климат там лучше и взобраться туда проще, чем на Эльбрус, говорит Владимир. Восхождение на Келеманджаро человек и собака планируют уже в следующем году. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Знаешь, я ничего не могу с тобой сделать.